Здравствуйте, мои дорогие подписчики, все случайно заглянувшие на мой канал, все мои зрители, я сердечно приветствую себя в гостях. Меня зовут Оля, если кто не знает, и сегодня мы будем с вами разговаривать о ароматах на дождь. На летний тёплый дождь. Ну, может быть, не совсем тёплый, как бывает по-разному в России. Я люблю, когда дождь тропический, когда тепло на улице, даже жарко, я стеной просто за несколько минут пролил дождь, всё, землю промочил, всё зацвело, запарило, такой туман стоит над землёй, я обожаю, я обожаю ночью ехать домой по низинам, вот эти вот, когда ты съезжаешь в низин, ты съезжаешь в это молоко, и получается, что ты попадаешь в какой-то параллельный, реальный параллельный мир. Это просто такая медитация, ничего мне не надо говорить про то, что это опасно, это опасно, ну, вообще жить опасно, надо просто держать концентрацию одной частью мозга. Вы же знаете, что у вас два полушария, в одном полушарии вы живёте в этом реально проявленном, и в втором полушарии вы живёте в параллельных мирах. А почему я такая сегодня вся такая мистическая, не могу держать свой мистический напор, потому что на мне рубашка с какими-то дикими цветами, зелёной зеленью из южноамериканской сельвы, и мать Ягуар. Все, кто знакомы, опять-таки, с южноамериканским шаманизмом, понимают, о чём я, и вот это всё меня так вот. И вообще сейчас за окном у нас прошёл тот самый Ливий, который шёл в течение всего дня, у нас парит, у нас такое вот молоко, над садом у меня цветы в таком молочном тумане, сзади меня в лес светят лучи яркого солнца, и всё такое зелень вся мытая, вся блестящая, боже, какой кайф жить, скажу я вам, ребята, какой кайф жить на этой земле. Вот. Ароматы после дождя. Сегодня я вам расскажу про ароматы, про которые вам не рассказывает никто. Не будет ауры, что самообычное у нас бывает, хотя аура у меня есть, я её люблю, и после дождя, и мне дождя, я люблю её в Таиланде. Ну, здесь летом тоже иногда, но всё равно. Давайте мы с вами начнём с самого, то есть с лакона, да, у меня очень много миниатюр, но через лакон. Это троп, называется капли. Это аромат на тему сирени, миндального молочка нежного, с какими-то современными новомодными молекулами, которые делают аромат просто невероятно стойким, шлейфовым. Он будет сутками на вас, на тех, кто вас обнимал, на тех, кто проходил мимо, он задержится, на следующий день он станет ещё красивее, чем был сегодня, и те, кому он сегодня не нравился, завтра скажут, о, боже, моя футболка сегодня так прекрасно пахнет, хотя вчера был человек недоволен, возможно, он говорил, ну, так себе. Всё-таки аромат сирень, специфический аромат, но если вы любите сирень, то это та самая свежая сирень после дождя. Как это красиво во влажном воздухе, во влажном весеннем воздухе, во влажном летнем воздухе. Дроп от сиреньяки. Обожаю этот аромат. А теперь мы немножечко с вами перейдём, давайте, перейдём к миниатюрам. Вы знаете, я сейчас покажу очень много миниатюр от Илланды. Если бы это всё было у меня во флаконах, я бы, наверное, разорилась. На эти деньги можно купить машину какую-то и ездить на ней. Можно поехать, я не знаю, в форгосветное путешествие, увидеть мир, вообще, не знаю, получить какое-то образование в Америке или ещё что-то. Но я предпочла не тратить такие, такое огромное количество денег на флаконы. И купила себе миниатюр, извините, я наклоняюсь за реквизитом, за коробку, за коробку. Ну, чтобы всё-всё по мне не разметалось. Так, давайте начнём с аромата, который я обожаю. Это было люкс, теперь будет ниша. Ниша у меня почти вся в миниатюр, потому что у ниши обычно неинтересные флаконы. Она очень дорого стоит. При таком огромном количестве флаконов, как у меня, флакон мне не нужен. Я в жизни никогда его не сношу, я же прекрасно это понимаю. А так флакон неинтересный. Какая у меня разница, пусть он будет в красивой, вот такой стеклянной пробирочке. К тому же во мне живёт такой, мое альтр-эго, такой лабораторный человек, который там всё это в пробирочках, что-то записывает. Да, вот я это очень люблю. Боже, это аромат от HFC, называется Вуду Шик. Какая здесь красивая амбра, пачули, ладан. И вот во время дождя тёплыми, вот такими вот вечерами летние, это просто на вас висит маревом. И надо отдать должное. Вот все, кто боится таких ароматах, ладанных, смолистых, обратите внимание на этот аромат. Дело в том, что он гиперусовремененный. Он сделан из каких-то современных молекул. Это не будет звучать ретро, это будет звучать просто гимнатический, магический, мистический на вас. И он очень летучий и не очень стойкий. То есть часа четыре вы будете им вдохновлены, вы будете получать от него удовольствие, а потом он просто сядет на вас красивейшей базой, они не распадаются никуда, просто волшебной красивой базой и утихнет. И просто будет волшебство. Вот такое вот дело. Дальше, давайте ещё пройдёмся по... Конечно же, спонсором этого видео является магазин Рэндов. Все мои миниатюры из магазина Рэндов. Шлаку она не всегда, а вот миниатюры, да, потому что там самые крутые миниатюры за самые вменяемые деньги. Я просто очень благодарна Рэндов. За то, что они сделали такую, дали нам такую возможность иметь любой аромат в миниатюре. Знаю, что это то, что польза никуда не отливает на какой-то тёте Дуси, а это сделанный фабричным способом. Миниатюра, которая не парит, ничего с ней не происходит, у вас всё отлично. Так, дальше что у нас? Дальше пусть будет люкс. Это от Леванта из его собственного флакона. Не тёте Дуси разлитый. Это Лентерди. Это Лентерди. И у меня в данный момент это Лентерди интенс, чёрный флакон, такой аромат восточный, аромат с какими-то золоктонными нотами, аромат жареного кунжута. Вот обычный Лентерди. Вот это вот тубероза, земляничные оттенки её, цветочки такие достаточно, такие плотненькие. Красивейшие пачули, потрясающие пачули уже ванши. Просто они волшебные. Выбирайте любой вариант. Я не люблю красный флакон, это не бывает, как он называется. Для меня он какой-то вот с ретро-вайбом и душный. А туалетка, парфюмерная вода и чёрный интенс просто волшебные ароматы. Как они красивы. Вот он такой сладкий. И вот он сейчас не гиперсладкий. Он вокруг вас развеивается. И он очень красиво звучит в дождь. Чёрный Лентерди, Лентерди интенс. Обожаю его. Так, следующий будет нишевый аромат. Так, нишевый аромат у нас будет. Ещё давайте поговорим про пачули. Вот в такую влажную погоду пачули раскрываются самым волшебным образом. Если у вас Мадемуазель Коко от Шанель, она будет чудесной, волшебной. Просто вот этот вот фруктово-бачуревый шлейф, тянущийся за вами на километры мужчины. Просто принюхивающийся к вам. Либо если вы хотите какую-то более нишевую вариацию этого аромата, тогда обратите внимание на Экс Нихила. Лавшат, там заявлены малина, кожа и что-то ещё не помню. Но звучит очень сильно похоже на Коко Мадемуазель. Боже, я даже иногда здесь чувствую, здесь мелькает. Я не чувствую здесь кожи. Не чувствую здесь почульность. Фруктовость и почульность. И я чувствую здесь мелькает свежая малина. Вот ту, которую вы собрали с кустов. Пусть даже после дождя вы собрали её, тепло, она парит. И от неё вот этот вот запах, дух исходит. Вы понимаете, я почему люблю тёпку дождя? Потому что от всего, от всего, от земли, от цветов. Я сейчас на даче, у меня здесь сад, у меня здесь лес. И я постоянно хожу, и я чувствую этот дух земли. Я заряжаюсь этой энергией, которой мне хватит до следующего лета. Это просто потрясающе, ребята. И вот здесь тоже красивый аромат. И у него тоже есть та же самая отличная черта. Он держится не более пяти часов. Он вам не надоест. Он пять часов на вас, он шлейфит, он красивый. Вы получаете комплименты, вы радуетесь. Вы сами кайфуете. Через пять часов его как корову языком слезала. Его просто больше нету. Так, дальше. Это у нас... Что, 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 что? А давайте про пачули ещё поговорим. Вот возьмём флакончик. Немножко переменеезжать будем. Миниатюрки флакончика. Красивый, переливающий. Это ля ве бель. Ля ве бель в любом из её вариантов тоже есть потрясающие красоты пачули. Ребята, вы не представляете себе, какой красоты шлейф у ля ве бель. А может быть, вы не представляете. Я очень часто на улицах, на женщинах, на девушках встречаю этот аромат. И я просто, я замираю. Вот я вот так вот веду носом. Я узнаю эти ля ве бели. И после дождя, и вне дождя. Летом. Очень красиво звучит ля ве бель летом. Всё, конечно, умеренная дозировка. Если ими переборщить классикой, то, мне кажется, будет немножко тяжеловато носителю. Ну и тому, кто сидит слишком близко рядом. А тот, кто по воду или кто мимо проходит, обязательно будут улавливать этот волшебный, карамельный, какой-то дурманищий шлейф. У меня ля ве бель солей, ещё там христаль, да, солей-кристаль. Это для меня аромат заходящего в море солнца. Как я люблю эти духи, боже. Здесь тоже есть какой-то современный новомодный химон, который даёт какой-то кайфовый минеральный аккорд этому аромату. Для меня он такой отпускной, он такой праздничный. Это закат в тёплое какое-то море, не знаю, там, в Таиланде, на Бали, на Маврикии, я не знаю где. Это очень красиво, это потрясающе. Это все эти вот тёплые краски, золотящее море, золотящее песок, солнце, золотящее море и песок. Это очень, очень красиво. Здесь есть чуть-чуть кокос. После этого аромата вы, возможно, полюбите кокос в ароматах, потому что он здесь совершенно другой. Он здесь, здесь как вода, вот вода из кокоса, не вот эта вот стружка баунти, которая многих людей напрягает, а вот та самая освежающая и полупрозрачная зелёная водичка, та самая вот влага, спасающая нас, путешественников в зной. Вода кокоса. Как же он мне нравится. И здесь есть минеральная нота моря. Я её чувствую. Кто-то её не чувствует, но я её чувствую. И в дождь он просто потрясный. Что я переключилась на море, на отпуск, не знаю. Это мечтаю, я мечтаю. И, кстати говоря, не вижу, сколько времени. Я уже вам вещаю. Ну ладно. Обожаю этот аромат. И в дождь он волшебен. Просто великолепен. Дальше. Что? Молекула ирисовая. Молекула первая плюс ирис. Как мне понравился этот аромат во влажное время летом. Боже мой. Здесь такой потрясающий контраст. Я уже говорила. Тёплого спила. У меня после прошлого видео осталось вот здесь. Тёплого спила какого-то дерева. Это очень красиво. И свежий зелёный ирис. Он придаёт этому аромату какую-то влажность. Теперь, хотите, видео про ароматы с нотой воды? У меня есть такие несколько ароматов. Наверное, 5 или 6. С нотой воды. Вот ощущение, что у вас цветы в воде. Что вы в духах, где-то на велику прекрасной быстро струящейся речки. Или дождь идёт, кстати говоря. Вот это ощущение. Хотите такое видео? Я сниму обязательно. И вот эксцентрик молекула. Молекула номер один. Она пахнет очень интересно. Ой. Я полюбила молекулы. Я не знаю, что с ним происходит. Со мной вообще происходит то, что я влюбляюсь в какие-то странные вещи. Я вообще влюбляюсь. Я влюбчивая. С духами я влюбчивая. Очень переменчивая и влюбчивая. Этот аромат эксцентрик молекулы плюс Ирис будет волшебным. Просто волшебным. Единственное, что у него проекция небольшая. И стойкость не очень. Ну, на мой взгляд. Может, я потом просто не чувствую этот аромат. Также я бы с интересом попробовала поносить молекулу плюс Пачули. Потому что Пачули у нас, как известно, волшебно раскрываются. А давайте посмотрим ещё на этот отливантик. Это мой отливантик. Из него флакон. Это флакон Максон Филипп Манго. Боже. Как мне нравится он именно во влажном климате. Вот сейчас это просто такое ощущение, что я купила где-то на базаре во Вьетнаме манго. Вот я вот пальцы в него просто запустила. И вот я его разломила. И я оттуда вот выгрызаю эту мякоть из-за сока. Он настолько переспелый, что ещё чуть-чуть, ещё вот пару часов, и он начинает бродить. Вы знаете, в тропиках есть такая особенность, что всё очень быстро зреет моментально. За пару часов буквально флакон может превратиться из зелёного незрелого в сочный и прекрасный. А вот этот вот, он уже зрелый. Я его вот ем. Я где-то, наверное, на пляже. Почему я не боюсь есть, чтобы он едет? Главное, потому что сейчас пойдут в море и искупаю сразу. Здесь нету ощущения моря. Здесь есть ощущение вот этого вот тропиков сладких. Вот таких вот уже. Ещё чуть-чуть, и оно забродит. Немножечко такой винный аккорд. Это просто вот такой истомлённый солнцем фрукт. Очень мне нравится. Я кайфую этим ароматом. Это отлива из моего фрукта. Если кто-то будет, то потом что-то такое будет говорить. Так что, что жду. Вот к этому красоту, которая стоит, там весь красный, золотистый, мы обязательно с вами коснемся его. Так, я вот как-то неаккуратно их беру. Ведь ещё, кроме почуль... А давайте с почулями закончим. Да, у меня ещё есть эль адеселларан. Я его носила здесь, на прогулку, тоже в какой-то день после дождя. Боже, как это красиво! Для меня он почульно-имбирный. Я его просто вот обожаю. Сейчас вот я с картоном. Как красиво он раскрывается во влажном воздухе. Влажный, тёплый воздух вообще позволяет всему раскрыться. Это как, знаете, это как если у женщины вдруг появляется классный любовник. И тут вдруг она открывает для себя целый новый мир, новых ощущений. Вот так же духи преображаются в тёплые, влажные дни. Я обожаю этот аромат. Здесь есть розы совсем немножко, здесь есть эльичи совсем немножко. Но как красиво здесь звучат почули и вот прочие ноты, вот такой имбирностью, свежестью. Чего только здесь нет. Так, ещё один. Так, что, что, что? А, давайте ещё к люксу перейдём. Барбари. Барбари Лондон. Лондон у нас и намекает на всё дождливое, всё в дожде. Здесь очень красивый и жасмин, и флёрт оранж. И вот именно в дожде, так он мне кажется скучноватым в обычный день. А вот в дождливый день он мне кажется волшебным. Здесь настолько красиво раскрываются эти белые цветы. Они отдают весь свой аромат. Они отдают фруктовые нотки своего аромата, не только цветочные в свои стороны. Так красиво, так вот томно и просто вот жадно. Они хотят жить, они хотят подарить свой аромат этому миру. Это скорее какой-то, я не знаю, жасмин, возможно, высаженный каким-нибудь любителем. В Лондоне, привезенный из Индии, но высаженный в Лондоне, вот в этом вот парящем после дождя климате. Очень красиво, очень красиво. Ещё очень красиво Май Барбари. Да, Май Барбари раскрывается от Барбари. Это тот, где бантик от Тренча. Как он волшебен и прекрасен во время дождя. Картиночки, конечно же, все постараюсь вставлять. Я не знаю, сколько я буду монтировать в этом видео. Так, давайте предпоследний аромат. Это тоже будет ниша. Миниатюра Орманджирин. Я познакомилась с ним в аэропорту, в Абу-Даби, когда мы летели в Таиланд. Такая, не люблю полёты с пересадками. Но, тем не менее, благодаря этому я познакомилась почти со всей линейкой Орманджирин. Но так в опыхах. Этот аромат я нанесла на себя. И как он пах там, в сухом климате Абу-Даби, в сухом климате аэросамолёта. И как он пахнет здесь и сейчас, вот в московском климате. Две разные вещи. Я бы их вообще не узнала. Так, мне нужна бумажка такая. Бумажечка от Ран-Де-Волх. Не забывай пользоваться моим промокодом. Вы этим скажете, мне большое спасибо. И у меня будет контент, чтобы рассказывать вам всё более интересные, новые истории. Как он красиво звучит. Здесь он стартует личи. Сзади него есть роза. И здесь есть аромат чистого. Иногда он бывает мыльным. Но мыло здесь такое красивое французское мыло. Это такой благородный, аристократический аромат. Как он мне нравится. И как он хорош сегодня. У меня сегодня будет вылазка. Я вот сегодня снимаю для вас видео. Перенюхала много, очень много ароматов. И я в таком, я не знаю, я хочу набрызгаться всем и тем, и всем, и пятом, и десятом. А вечер-то всего один. Потрясающий. Индус, как он называется? Да, он называется Индус от Орманд Джейн. Очень красивый, аристократический, аристократичный аромат. Его можно было бы представить себе на принцессе Диане. Он свежий, достаточно легкий, но при этом классический. Вот в этом загадка и фокус аристократизма. Так, дальше. И последний аромат. У меня еще тут много, но я вижу по этому, по времени, по таймеру, я вижу по таймеру, что пора заканчивать. Последний аромат, о котором я вам расскажу, это мой волшебный Далах, Голден Далах от Ксержов. Как мне нравятся их флаконы, и никак я не могу найти свой запах у них вообще. Этот единственный аромат, который я нашла. Очень сложный аромат. Здесь бывает, одну секундочку, нота гудрона иногда выходит в холодное зимнее время. Но летом, вот его время лета, несмотря на то, что это специи, горячий кофейный аромат, я вам поставлю его пирамидку, он очень необычный, но как красив он летом. Летом он алкогольный, здесь есть вишня, настойка на вишню, и вишневый ликер. Но не такой, как в Лос-Черре, а благородный. Вы знаете, это тоже итальянский аристократ. Видимо, венецианский, потому что здесь так много восточных всяких нот, который купцом ездит в Турцию, в Марокко, приводит тут всякие разные специи, кофе варит со специями. У него такой палас, огромнейшая двухэтажная, там, не знаю, диваны, покрытые парчой, подушки. У него даже, возможно, есть обезьянка ручная и маленький слуга-негр. Вот так пахнет этот аромат. Это аристократичный. И пусть она будет купчиха, пусть она будет женщина. Давайте мы будем продвигать феминизм. Ну, такой, немножко. Ну, туда уж у нее должен быть любовник Мавр, наверное. Или необязательно. Ну, короче, как она захочет. Ну, короче, классный аромат летом. В жаркое, сухое время он может выдавать всякие разные штуки с мукусом. Все-таки это сержон. А во влажности это савата. Тепло и влага идут ему прямо вот на пользу. Я буду заканчивать свое видео. Буду вам очень благодарна за ваши подписки, за ваши лайки, за ваше пользование моим промокодом в магазине РНДКу. И вообще за ваши комментарии. Расскажите, было ли вам интересно это видео. И, может быть, у вас какие-то еще есть запросы. Чтобы вы хотели услышать еще от меня. Совершенно не вижу, сколько я наснимала. Но я думаю, что за 20 минут. Я вас всех целую и обнимаю. С вами была ваша Оля. До скорых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok